Ну разве они стали хуже? Разве они уже не те? Разве можно говорить старики о тех, кто неустанно сжёт? Нельзя! И до лебединой песни ещё ох как далеко! Они просто немного замешкались перед своей лучшей игрой! Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала! С вами снова Джек Шепард, снова проект Ultimate Team Старики! Итак, у нас пара изменений. Пирла я убрал с правого фланга в центр полузащиты, вместо Фрэнка Лэмпорда поставил, потому что Пирла сыграл прошлый матч великолепно, Джерард отыграл прошлый матч великолепно. В принципе, все отыграли великолепно, но сейчас я решил попробовать, что будет, если у нас КК будет на фланге, а Пирла будет в центре полузащиты. Что ещё могу сказать? Аннелька теперь у нас в атаке, чтобы химии немножко побольше было. Оба француза у нас в атаке, Аннелька ещё из английского чемпионата, поэтому у него неплохая химия вместе с Джерардом и Гиггсом. Так, ну вот, в принципе, замена у нас выглядит так. В следующих сериях, в следующих матчах будем пробовать добавлять Чави в основу, Клоза и Тотти у нас будут стоять, то есть более такая итальянская направленность будет у стариков. В этом матче планирую выпустить на замену Эмилия Хэски вместо НЛК где-нибудь минуты на 80-70. Потом у нас также будет и Трезеге попробовать, с француз и Лусио будет в защите, посмотрим, как он будет играть. Хоан Себастьян Веро, он будет в центре полузащиты. В общем, всех ребят будем пробовать, всех смотреть. Может быть, кого-то мне вы сможете предоставить именно информов или Тотцев, например. У Чави, по-моему, был информ, у Тотти есть информ, у Роналди, я не знаю, у Кака точно есть информ, есть информ у Лэмпорда вроде бы. Поэтому, если у вас есть эти игроки, если вы готовы мне их предоставить для серии, милости прошу на PlayStation 4. Пишите, связывайтесь со мной и мы с вами это обговорим. Вот как раз мне уже предоставляли Диде Драгба и Джона Терри, поэтому после съемки серии, естественно, я их верну. Мне эти игроки ни к чему. Итак, поехали. Как вы помните, мы с вами прошли в полуфинал этого кубка на 2000 монет. Я даже не знаю, наверное, так будем белой формикой, да? Против формы мадридского Реала нет, он решил выбрать белый, нет, все-таки синюю. Итак, мы вышли в полуфинал, первый матч мы с вами выиграли со счетом 5-1. В 1-4 мы победили соперника со счетом 3-1. Теперь мы попали на французов. Попали мы на французскую команду, именно из французского чемпионата игроки. 80 рейтинг, сотня химия. В принципе, Менес, Кавани, Лукас на фланге быстрый. Да, будет сложновато, но мы пробьемся. Мы же легенды. Ой-ёй-ёй-ёй. Ах, я же нажал на вынос. И в итоге это автогол от Джона Терри. Совершенно случайно. Я пытался вынести, но не повезло. Хорошо, 0-1. Он нырка, отличный пас на Анри и... Терри Анри забивает мяч. 1-1. Легенды сравнивают счет. У меня почему-то между прошлой серией этой и у некоторых игроков сменились номера. Пришлось ставить их обратно. Естественно, у Терри Анри должен был быть 14 номер еще в первых двух сериях. И у Пирла, по-моему, с десятого номер на восьмой поменялось. Я не знаю, почему ультим этим делает это. Но мы сравниваем счет. Отлично прошли Стивен Жерард! Неплохо, хорошо. Отлично атака у нас прошла. В две передачи Стивен Жерарда вывели на ударную позицию и он чуть-чуть промазал. Итак, после первого тайма Андреа Пирла немножко подустал. Вместо него на поле у нас выходит Фрэнк Лэмпорт. Ну, нет слов. 1-2. Знаете, что я скажу? По-моему, низко вот так играть против команду, которая ясно-понятно, что мои защитники не могут убежать. И вот так мяч забрасывать. Я, конечно, не понимаю, что делать Буфон. Я пытался вынести мяч кулаком, но он этого делать не стал. Мерзкий гол. Ага. Пофинтить пытался Ашрикола, прикиньте, да? Ну и что? Идет контратак, судья свистит. Молодец. 1-2. Мы проиграли этот полуфинал. Ну, ничего. В принципе, я могу сказать, что мы играли гораздо лучше. Чувствовал, знаете, что были две команды. Одна, которая умеет играть, а другая, у которой есть быстрые игроки, которые кроме своих забегов больше ничего не умеют. К сожалению, да, мы забили автогол после прострела. Если бы его не было, мы бы сыграли. Ничего, но это все не важно. Будем заново вступать в турнир. И, надеюсь, нам повезет в следующем матче. Итак, я снова видоизменил состав. Поставил тех игроков, которые у нас выигрывали первые матчи. Ну, плюс добавил еще Роналдини на фланг. Поехали. Команда с рейтингом 84 нам попадается. Суарес, Суарес, ЭТО, Мата, Леннон, Виллиан, Коу, Луис, Рамирес, Компани, Уокер и Тотс Дехея. Джерард отлично пробел. После передачи Андрея Перлова сблизился с воротами. Очень хорошо пробел. К сожалению, мимо. Роналдини отлично прошел и... Решил закинуть я мяч за шиворот, потому что Дехея выбежал. Вот этот моментик был. Вот это было красиво. Роналдини, вот, посмотри, здесь он выбежал. Я решил мяч за шиворот закинуть, но не получилось. Итак, Дидея Драгба. Выходит и забивает. 1-0. Старики выходят вперед. Увидел Драгба, что выбежал Дехея и мяч за шиворот великолепным ударом отправил. Дидея Драгба. Забивает за стариков. Ну, вот Дехея. Тотс ты или не Тотс, но мяч ты пропускаешь. Итак, смотрим статистику первого тайма. Два удара он нанес, в принципе, вообще. И ноль ударов в створ. Мы сделали шесть ударов и три. Мяча в створ забит при этом один мяч. Второй тайм впереди. Ой, как сейчас Буфон это пропустил? Почему Роналдини был как защитник? 1-1. Как-то получилось. Вот Роналдини не допрыгнул до мяча и Джан-Луиджи Буфон пропустил этот мяч. Очень странно. Но ничего. 1-1 всего лишь. Навес, головой гол. 1-2. Роналдини шикарный пас. Драгба. И нужно было пас отдавать. Он в штангу попадает. Керри Андрии. Каков удар был сейчас у него. Пирло. Пирло. Ой, Пирло. Ой, красавчик. Успокоится всем 2-2. Старики еще в деле. Просто легенды. Вы посмотрите, как он спокойно разобрался с Дехеей. Великий мастер Андрея Пирло. Джерард на Андрии. Это суперский момент должен быть, если бы здесь... У меня было шикарно, но Андрии все равно с мячом. Перебрасывает и... Просто занести нужно было. Итак, хоть уже 90 минут, но у нас тройная замена. Кака, Чави и Хески выходят на поле. У него выходят Данте и Ламело. Сейчас будем играть дополнительные таймы. Сами себе привезли. 2-3. 92-я минута. 2-4. Все кончено. Андрей. И Драгба. Нет, это Хески. Это Хески забивает. 3-4. Эмиль Хески. Я же забыл, что он вместо Драгба вышел на поле. Андрей и Миссис Хески ушли в отрыв. И забили мяч. На 120-й минуте Эмиль Хески отдавал пас на Тьери Андри, но пас пошел на кака. У него была в сайте. Все, матч окончен. Мы проиграли 3-4. И вылетели из кубка. Но, тем не менее, большое спасибо, что были вместе со мной, что поддерживали нашу команду. С вами был Джек Шепард. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok